Друзья, это реальное кино обо всем. И сегодня я хотел купить венцы уже, но не тут-то было. Не все так быстро и не все так сразу. Это Донской монастырь Москвы. Я сейчас все расскажу, что сегодня здесь было и как. Мы нашли здесь венцы древние, можно сказать, 19 века. И они стоят аж 180 тысяч. Я сейчас их покажу. Но пока это, к сожалению, не наш случай. Для храма такая не нужна. Для старых храмов, для старца, у меня есть один старец, который хочет один подарок. Я о нем расскажу чуть позже. Вот тому-то, наверное, благодатно было бы сделать. А для нового храма, мне кажется, это не очень уместно. Но венцы все равно покажу, какие они. Они сейчас софринские, такие же, только делаются они сейчас на производстве. Может быть, это не такие уж верующие люди. Раньше это была только ручная работа. И вот они выглядели примерно вот так. Вот у нас венцы 19 века. Это, на самом деле, на данный момент большая редкость. Это писаные иконы. Все писаны на кругу. А это, может быть, даже какие-то камни ценные, да? Наверное, обычные. Может быть, да. Может быть, и хрустал. Достаточно в хорошем состоянии. Видите, образы везде. Отлично. Ну, единственное, металл, может быть, потемнел, но его можно, его можно почистить, наверное. Это вообще уникальная работа, уникальная. Ну, и стоимость у них 180 тысяч, пока мы в раздумьях, потому что у нас такого благословения пока нету, будем думать. Ну, вообще, конечно, вот кто увлекается стариной, это уникальный шедевр. Вот так они выглядят, венцы. Такие кадила здесь есть. Белые вообще. Это серебро, наверное. Такое красивое. Но это пока следующий этап. Москва, Донской монастырь. Сейчас в лесах выглядит вот так. Побыли мы на молебне. Богородице и святителю Тихону, патриарху московскому. Помянули всех, чьи имена знаем. Из жертвователей, благодетелей, кто помогает каналу, кто пишет добро. И чьи имена не знаем. Их же имена Бог в весе тоже помянули, оставили жертвочку посильную. Богородице и святителю Тихону, патриарху московскому. Богородице и святого и всех святых. По имену Господь, сердце, святого блага и человека любви. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Богородице и святого блага и человека любви. А сейчас идем на кладбище, а я уже делал отсюда видеоролик, чем ценно это кладбище. Здесь есть мирточивые обелиски, есть иконы, которые приносят, как говорят, молитвы, перед которыми приносят разрешение проблемы. Сейчас мы обойдем эти места, я еще раз их покажу. И хочу заметить, что эта традиция пошла из советских времен, когда молиться было сложно и нельзя, когда храмов было мало, и они были закрыты. Люди приезжали на кладбище и молились в обелисках. Понятно, что камень не помогает, и даже икона не помогает. Помогает горячее сердце, обращенное к Богу. Но в некоторых местах людям легче совершать молитвы. И поэтому они вот в эти места приходят, чтобы помолиться. И вот некоторые обелиски этого кладбища, они как раз и являются теми местами, где молитва Богу более, наверное, происходит горячо и легко. Вот это вот мироточение. Сейчас я как бы не закрывать свои тени. Вот от иконы Богородицы идет такое мироточение круглый год. Вот это вот такая мокрость, это мир, масло. Ну, по крайней мере, так говорят местные жители. Пресвятая Богородица, спаси помилуй всех добрых людей, благо и здравия нам желающих, помогающих, верующих, чающих помощи с высшим. Вот это, наверное, одно из первых мест таких. Сейчас пойдем дальше. И вот люди приезжали сюда, совершали молитву каких-то икон. Еще раз говорю, не тем, кто похоронен, а здесь каким-то просто мирским людям. Не самому камню это язычество. А именно Богу, ну, на каких-то местах они такую закономерность выберут. Молиться легче. И при молитве на этих местах Бог, ну, как бы, отвечает. Ну, поэтому, так сказать, к сухому колодцу не идут. Идут колодцы, в котором есть вода живая, живительная. Ну, поэтому вот некоторые места на этом кладбище, они знаменательны тем, что, говорят, прям Бог слышит и исполняет. Ну, и вот я за себя достойного, оконченного человека. И за вас всех, кто поддерживает меня. Сейчас помолюсь здесь. Вот отецкая русская авиация, Жуковский. Похоронен тоже здесь. То есть есть исторические такие могилы. Известных и неизвестных мне людей. Здесь же будет и Солженицына могила. Вот чуть дальше там, сейчас мы до не дойдем. Вот она. Здесь же похоронен Солженицын. Ну, мы пойдем дальше. Вот здесь расположена одна из тоже икон, молитв, перед которой, ну, как говорят, слышим о Богом. Кто такой Левченко, прости Господи, я не знаю. Но вот эта икона, о ней ходят легенды. О том, что в нее стрелял красноармеец, святитель учениковый Малибулган. И пуля отрикошетила от нее так, что убила его самого. И говорят, что молитва перед этой иконой, я не знаю, где вот этот скул от пули, наверное, вот здесь, на лейке. Молитва перед этой иконой приносит благостный ответ. Святитель и учениковые, помогай всем нуждающимся в твоем молитвенном заступлении. Всем, кто помогает делать добро. Всем добром. Так, вот, идем дальше. Немножество обелисков, которые откуда-то, возможно, доставлены сюда, привезены, уже утратили историческую память. То есть, кому вот эти камни были. Может быть, что-то там написано, нечитаемое. Все они находятся здесь. Многие из них, все, надо это неправильно сказать. А сейчас мы подойдем еще к этому замечательному захоронению. Сейчас я вам покажу. Вот, примерно, вот она. Вот, кстати, интересная могила. Не буду комментировать. Она тоже здесь, в Донском монастыре. А вот здесь, говорят, никогда не бывает пусто. Сейчас мы тоже подойдем сюда. Ага, он там немного векса, все восстанавливал. Теперь сюда прислали восстанавливать. Это старец Даниил, архимандрит Сарыч. Вот, умилительная сцена на этой могиле. Всегда, всегда, сколько я здесь бываю, всегда находится его бывшая келейница. Ухаживает за могилой, подсказывает, где что найти на этом кладбище. Это такая очень умилительная картина, что он уже отошел в мир иной, а она все время на его могиле прибывает. Такая интересная женщина. В прошлый раз она помогала снимать мне видео, которое поздней осенью я снимал из Донского монастыря. Вот и сейчас я пришел, и она опять там цветочки поливает, сидит на лавочке. Вот такая преданность, очень умилительная. И вот еще одно место, тоже благодатное для молитвы. А вот такой обелиск здесь. И вот говорят, кто прикасается, прикладывается к нему. Все святые молитвы у нас. Тот получает помощь. Особенно, вот говорят, в ратных делах. У кого кто-то находится на лаве, и стоят с другой стороны. Желаю, чтобы все вернулись живыми и здоровыми, и это все как можно быстрее закончилось. Прошу у Бога об этом. В общем, в хороший день. Здесь можно бродить очень долго, и находить захоронение, обелиски известных исторических личностей. И задуматься о том, как прошла их жизнь, что они оставили после себя, что оставим после себя мы. Ну, а что касается венцов, что называется, пока еще не судьба, но в ближайшие дни я это все равно сделаю. Вот, и все, кто хочет помочь в этом приобретении для храма скоропослушницы при детской больнице, вы можете пожертвовать на развитие канала. И из этих средств я делаю все те дела, которые пытаюсь сделать своими мощными руками с вашей помощью. И дом многодетным, и утварь для храма. Что хочу сказать. Там сумма, я рассчитываю, что примерно 39-40 тысяч. Все-таки останавливаемся мы на Софринском в Римятии. Он не дешевый, но и не самый дорогой, как мы сегодня увидели. И все, кто помогает до начала Успенского поста, помогает на развитие канала, все участвуют в этом добром деле. Молитва за каждого из вас в храме скоропослушницы будет идти вечно. Батюшка в курсе. Он благословил на эту деятельность. Ну, вот я надеюсь, что либо я приеду в Софрино, либо Софрино приедет ко мне в ближайшие дни. И мы это все-таки сделаем. Ну, вот сегодня такое у нас видео. Ну, а говоря про венцы, это такая же полноценная жертва в храм для богослужения. И венчание является одним из семи таинств в церкви. И, в принципе, кто жертвует, я считаю, что это жертва для наших, для благополучия наших детей, во имя благополучия наших детей, крепких браков. И, наверное, наверное, как я думаю, полезно тем, кто живет невенчанно. Допустим, супруг против. Или супруга. Бывает такое. Кстати, нередко. Я считаю, что это не заменяет, конечно, таинство, но у Бога, самое точное, бухгалтерия, Он как-то принимает это. Вот еще раз всех благодарю, кто уже поучаствовал в этом. Ну, и вот я надеюсь, в ближайшие дни мы все-таки это сделаем. Но вот здесь таких нет, как мы выбираем. Они есть только в Софрино, сказали. Либо будем заказывать, либо я туда поеду. То есть на каждом углу они не продаются. Ну, а теперь уже точно всем доброе благополучие. Моя недостойная молитва за всех вас. А пусть все будет хорошо у всех.